Всем привет, друзья! Я продолжаю свой рассказ и начала его именно с того места, где я и остановилась в прошлый раз. Я хотела вам рассказать, что у нас происходит в нашем доме, какие у нас здесь перемены и какие проблемы. И первым делом я вам вот хочу рассказать о том, что Мишель, моя соседка снизу, решила продавать свою квартиру. И сейчас покажу вам, я обещала все найти, всю информацию и показать вам, сколько стоит, как выглядит внутри эта квартира. Я нашла, конечно же, агентство фотографии этой, ее квартиры внутри. И давайте мы с вами поподробнее все это посмотрим. Я постараюсь вам немного объяснить, а дальше расскажу, что же все-таки случилось. У квартиры есть отдельный вход. Вот так вот по дорожке здесь проходим и попадаем в первую входную дверь. Вот она, видите, вот так выглядит на фотографии. И все бы казалось нормально, если бы не тот факт, что вот из этой двери входной мы сразу попадаем в спальню. Вот она, спальня. И посмотрите, 2,8 на 2,1 метр. То есть это вот 6 квадратных метров такая малюсенькая спаленка. Даже и спальня-то ее назвать невозможно. Вы знаете, странно то, что фотографии просто поразительно увеличивают это все пространство. Это, конечно же, фотографы из агентства, которые прекрасно знают свою работу. И они из самого дальнего угла вот какой-то такой фокусировкой делают. Представляете, вот кажется, огромная квартира, да, огромная комната. А эта комнатка только стоит кровать и все. Поэтому, ну ладно, потом расскажу. Дальше смотрим. Это вот с другой стороны, это же самое патио. Вот видите, входная дверь здесь показана. Вот как раз окошко, в которое спальню мы смотрели. Смотрите, это с задней стороны. У нее газон вот этот, как говорится, садик. У них написано, что огромный сад там в брошюре. И вот это вот такая малюсенькая консерватори метр на два метра, где тоже есть выход в сад, маленькая дверь. И вот эта вот кухня 4 метра на метр восемьдесят шесть. Посмотрите, посмотрите тоже, как она удачно сфотографирована. Но, в принципе, здесь у Мишель, что хорошо, у нее прекрасная новая мебель. Все, вот с другой стороны кухня, посмотрите, такая узенькая, метр восемьдесят шесть. У нее ширина. Ну, смотрим, смотрим дальше. Гостиная 4,2 на 4 метра, шестнадцать и восемь квадратных метров. Ну, как будто бы неплохо. Здесь-то вообще кажется огромная комната. Но здесь у нее очень темно. Вот эти окошки, они выходят на север. Они маленькие. И потолок очень низкий. Единственное, вот эта спальня, вторая или первая, как бы, да, спальня 19 квадратных метров. Самая большая комната из всего, что есть там у Мишель. Вот это вот ее спальня большая, хорошая. И смотрите дальше. Ванная комната 4,5 квадратных метров. Входная дверь, ванна. Маленький здесь умывальничек и туалет, как вы видите, слева внизу за дверью. Общая площадь этой квартиры получается чуть больше 50 квадратных метров. Жилая площадь 42 квадратных метра. И, как они ее объявили на продажу, квартира с двумя спальнями. Ну, вот понимаете, что значит здесь в Англии квартира с двумя спальнями? Только чтобы увеличить цену. Потому что спальня, которую мы с вами увидели 2,8 на 2 метра, это просто, знаете, гардеробная у нас бы назвалась. В спальне ее назвать невозможно. Хорошо. Значит, эта квартира продается за 159,950 тысяч фунтов стерлингов. Ну, то есть без 50 фунтов 160 тысяч. Вот так вот выставила Мишель такую цену. Значит, у меня просят сразу вам повторить цену в евро, в долларах и в рублях. Потому что не все разбираются. Ну, я специально для вас перевела. То есть это получается 16 миллионов 700 тысяч, если говорить на русские деньги. Вот эта квартира стоит, значит, 222 520 долларов и 184 300 евро, если переводить в другую валюту. Потому что фунты это самая высокая валюта. И вот, если вы эти фотографии посмотрели сейчас, то у вас может сложиться впечатление, что такая огромная светлая там квартира, да? И если бы не озвучила я вам метраж 42 квадратных метров, это у них площадь жилая, то можно было бы подумать, что на самом деле огромная квартира. Но вы представляете, что моя квартира, у нее жилая площадь 52 квадратных метра. Потому что у меня кухня 20 метров, 21 метр большая гостиная и моя спальня 14 метров. То есть получается, что моя квартира даже больше. И понимаете еще что? Что я же была у Мишель и я видела воочию эти низкие потолки двухметровой высоты, эти темные окна все северные. И вот эти вот очень неудобные входные двери. Одна из кухни, а вторая вообще. Вход в спальню, можете себе представить. Но этот вход в принципе можно было бы вообще закрыть и не иметь. У нее есть еще, конечно, общий вход из нашего коридора. Вы его видели тоже. И этот вход по идее самый удобный был. Потому что там хоть какой-то есть маленький коридорчик, когда заходишь. А вот специально пробили вход с другой стороны, чтобы сделать его private. И сказать, что у нее есть отдельный вход. И из-за этого увеличивается цена квартиры. Моя квартира считается с одной спальней. Моя квартира считается без какого-то садика. И поэтому вот видите, за 110 тысяч я ее едва-едва продала. А здесь квартиру выставляют за 160. Хотя на мой взгляд она гораздо хуже. И еще что я хочу сказать и подчеркнуть. То, что вот смотреть на фотографии, которые выставляют агентства в каких-то вот этих сайтах онлайн. Но это выбрать невозможно. Потому что, понимаете, совершенно другое восприятие. Ты посмотришь и подумаешь, боже, просто конфетка. А когда ты приходишь, ты понимаешь, что там все убогое, все маленькое, все совсем выглядит не так, как вам показали в брошюре. Ничего в брошюре, понимаете, не разъясняется. Вот у Мишели, например, нет автомобиля. У нее нет парковки. Но они на этом внимания не заострили. Хотя людям это тоже интересно. Но вот зато они написали, что у нее с трех сторон сад, private territory. А там, получается, никакого сада нет. Как мы с вами видели, это просто газоны. Ну, хорошо. Посмотрим, сможет ли Мишель продать эту квартиру. Как быстро она сможет ее продать. И, может быть, она и найдет покупателя за 160 тысяч фунтов стерлингов. Уж не знаю. Просто то, что она ведь здесь живет всего лишь год. Вы знаете, совсем недавно она ее купила. Я вам тоже об этом рассказывала. И вдруг, вот почему она ее решила продавать. Она, кстати, сидела и молчала до последнего. Говорила, что мама у нее умерла. И что у нее теперь денег больше. И что, возможно, она бы и купила еще какую-то получше квартиру. Но ее, вроде, сначала здесь все устраивало. Так вот, что же все-таки случилось? Почему Мишель решила через год продавать свою квартиру? И так быстро. А случилось вот что. Что буквально в ноябре месяце наш лендлорд, женщина, лендледи, Фиона ее зовут. Она, я вам рассказывала немножко вкратце про нее. То, что она уже давно живет в Испании. И здесь вот она как раз отремонтировала две нижних квартиры. И она их продала в срочном порядке. Потому что она уже решила от этого дома избавляться. Дом старый. Дом требует ремонта. То крыша начинает протекать. То еще какие-то проблемы там с ливнестоками. Ей это, в общем-то, наверное, не захотелось все содержать. И вот по этому поводу хлопотать. И она просто взяла и выставила этот дом на продажу. Этот дом купила компания. В марте месяце у нас сменился лендлорд. Теперь нашим домом владеет компания. И поначалу, когда нас известили всех жильцов, четырех человек, что у нас сменился лендлорд на специальную компанию, у которой много домов собственности, и которые на этом рынке недвижимости уже в течение 20 лет, мы подумали, что ой, как хорошо. Сейчас нам и крышу отремонтируют, и все. И стены утеплят, что у нас не будет ни плесени, ни сырости. И вот что вы думаете? 1 апреля нам пришли счета за сервис чардж. Это называется содержание нашего дома. И эти счета ровно в два раза выше, чем ту плату, которую мы оплачивали 4 года при Фионе, нашей лендледи. То есть мы платили где-то полторы тысячи в год фунтов стерлингов, а сейчас компания запросила ровно 3 тысячи фунтов в год. Вы знаете, это просто немыслимая высокая оплата за содержание дома. Получается порядка 250 фунтов в месяц. И все у нас, конечно же, взвыли. И даже вот эти соседи, вот я показываю внизу как раз подо мной, с другой стороны купили мужчина и женщина. Купили совсем недавно, тоже вот этот внизу новый флет отремонтированный. Они купили его вообще за 170 тысяч и купили его как holiday home. То есть только для того, чтобы сюда приезжать на лето. Сами они живут в Лондоне. И у них вроде бы как достаточно было денег. Ну, представляете, если за 170 тысяч покупать holiday home, то, конечно же, люди довольно обеспеченные. И тем не менее, когда им сообщили, что лендлорд повысил в 2 раза оплату за содержание жилья, они примчались из Лондона. Они нашли адвоката, стали спорить. Решили чуть ли не судиться с этой новой компанией. Так вот, адвокат им сказал, что они здесь совершенно не имеют никакого права голоса. Ну, то есть вот мы все жильцы здесь как овцы, получается. Вот без нашего ведома, как говорится, нас женили, нас продали другому собственнику, нас не спрося. И, значит, собственник вправе, как сказал адвокат, поднимать цену настолько, насколько он считает возможным. Вот я не знаю, они месяц тут жили, что-то тут пытались опять выяснить. И в конце концов, не солоно хлебавшие, они уехали обратно в Лондон. Я не знаю, может быть, они тоже сейчас решат продавать эту квартиру. Вот Мишель уже выставила на продажу, потому что она тоже сказала, что она проконсультировалась со всеми. Она и со мной говорила. И я-то, в общем-то, посоветовала ей. Ну, как, я сама решила, что, ну, хорошо, они выставляют эту сумму. Это, как бы, предварительная сумма. И потом, в конце года, как я себе предполагала, они должны эту сумму подтвердить, что они эти деньги именно истратили на ремонт нашего дома, на содержание, на то, на сё. И они нам потом, как бы вот, как положено, предоставят сметы, все свои расчёты, если действительно они потратили 3000 фунтов. Представляете, это 3000 фунтов с одной квартиры, то есть это, получается, 12000 фунтов в год вот на содержание нашего вот этого вот дома. Но это же просто огромные деньги. Это можно его отремонтировать от и до и сделать конфетку. Так вот, я вроде бы как успокоила и Мишель, и сама я успокоилась, думаю. В конце концов, посмотрим, что они сделают. И опять оказалось, что я тут не права. И как нам объяснил юрист, что имеет право вот эта вот компания, собственник, выставлять счёт за содержание до 3000 фунтов, не объясняя, куда пошли деньги. Просто, понимаете, вот свыше 3000 фунтов они уже должны объяснить. А до 3000 они не обязаны даже пояснять, куда они эти деньги истратили. Вот такие вот, друзья, английские законы, как говорится. Кому не нравится, пожалуйста, находите что-то лучше. И вот уже больше месяца прошло с новой этой компанией. И я всё ждала, что они что-то будут здесь делать. Такие огромные деньги. Запросили. Думаю, ну, сейчас начнётся преобразование. Но вообще они ничего совершенно ещё не колыхнулось. А Мишель поняла, что здесь ничего уже, как говорится, не поделаешь. И её не устраивает такие деньги платить. Хотя, вы знаете, она работает. И она получает неплохую зарплату. Она живёт одна. Вот видите, сейчас и у неё она получила ещё наследство. После смерти матери. И казалось бы, что, ну, не так и плохо у неё с финансами. Но тем не менее, понимаете, англичане, они считают каждую копейку. И она рассчитывала совсем на другую сумму. А когда всё так сильно поднялось, её это уже не устраивает. Вот она первая решила уезжать. Ну, а мы с моей соседкой Джун со второго этажа тоже. А вот мы с ней обе пенсионерки. И как выяснилось, что, по идее, нам должно помогать государство, если вот так вот высоко подняли цену за проживание. Так что поживём, увидим, чем вся эта история закончится. Сможет ли продать Мишель свою квартиру, мы посмотрим. Ну, и также интересно посмотреть будет, какие улучшения сделают в этом доме за огромные деньги. Это наша новая обслуживающая компания. Вот такие вот новости, друзья. Ну, а на этом я сегодня с вами прощаюсь. Надеюсь, что я вас не утомила своим длинным рассказом про недвижимость и про проблемы в нашем доме. Всего вам доброго. Ещё увидимся. Всем пока.